Выездная медицинская помощь – это новая форма работы с пациентами, введена в регионе с февраля текущего года. О том, почему это стало необходимостью, на заседании правительства рассказал начальник Департамента здравоохранения Михаил Ратманов. Недостаток врачебных кадров и низкая транспортная доступность на селе. Очень низкая культура заботы о своем здоровье среди населения. Высокий уровень смертности в трудоспособном возрасте и необходимость обеспечения возможности пройти диспансеризацию населения в возрасте от 40 до 60 лет. Дефицит врачей в муниципалитетах и уж тем более на селе. Как показывает практика, очень мало молодых докторов соблазняются бесплатным жильем в глубинке. Поэтому выезд специалистов в отдаленные районы пока единственный выход из ситуации. Дважды в месяц в сельские ФАПы приезжают терапевты. Не реже одного раза в месяц в отделение врачей общей практики и врачебные амбулатории приезжают специалисты из ЦРБ. Для визита врача узкой специализации нужно набрать необходимое количество пациентов. Фельдшера, которые работают с населением, они собирают фактически заявки на того или иного врача узкого профиля. И уже данные сведения передаются в центральные районные больницы, а те в свою очередь заказывают данного врача-специалиста в межрайонном центре. Если врач узкой специализации требуется только одному пациенту, то ЦРБ на медицинском транспорте везет его к нужному доктору самостоятельно. Другая проблема – отсутствие в сельских лечебницах какого-либо диагностического оборудования. И это тоже причина для отправки на обследование в более крупные лечебные учреждения. Большая удаленность отдельных районов Ивановской области от областного центра, следовательно, потери времени на дорогу до места проведения приема и обратно. Поэтому идея Михаила Александровича о создании окружных ЦРБ, головных ЦРБ, приближения хотя бы к отдаленным ЦРБ медицинской помощи специализированной, она очень правильная. Предложение разбить регионные медицинские округа звучит уже не первый раз, и даже определены границы этих территорий. Но до воплощения в жизни этой инициативы еще далеко. Поэтому вице-губернатор предложил, помимо всего прочего, сделать хорошие подъездные пути ко всем, даже самым маленьким, медучреждениям региона. В весенний период из-за распутницы, в зимний период из-за нерегулярной уборки снега бригады врачей попросту не могут добраться до медицинских учреждений. Такие жалобы мы тоже получали. Поэтому просто исходя из этой реальности, Сергей Юрьевич, я думаю, что департаменту дорожного хозяйства и уважаемым главам муниципальных образований нужно просто отразить это в своей повседневной работе, эту реальность, так спланировать работу, чтобы доступность транспортная для оказания этих достижений, этих целей была обеспечена. Помощью выездных специалистов за текущие 8 месяцев воспользовались более 33 тысяч человек. Связано это или нет, но по сравнению с прошлым годом смертность в регионе в этот период снизилась на 1%. В пересчете на жизни это 197 спасенных. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.